Здравствуйте, уважаемые земляки! Мы продолжаем серию наших интервью, посвященных выборам в Народных Урал. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Цимбанов, это представитель Коммунистической партии Российской Федерации. Сергея Александровича я знаю давно. Сергей Александрович помогал мне на выборах в 2021 году. И я могу охарактеризовать Сергея как, ну одним словом, надежность. Это человек, действительно, который надежен, очень скромный и, как обычно, ну как женщины говорят, за ним как за каменной стеной. Я бы так сказал. Вчера у нас был интервью с Олегом Пербеевым, это тоже кандидат по шестому 1 до 1 округу, это твой соперник, кстати. И сегодня у нас Сергей, то есть мы, нам удалось определить, ну записать интервью с двумя кандидатами, которые идут по одному округу, то есть с соперниками. Сергей, у нас полчаса, мы берем, ну для каждого одни условия, и первая часть интервью, я бы хотел, чтобы ты рассказал немного о себе. Я знаю твою скромность, я знаю, ты очень скромный человек, но мне бы хотелось, чтобы ты раскрылся, рассказал о себе. Почему люди должны голосовать за Сергея Цимбалова? Потому что ты и одномандатник. Ну, добрый день. Меня зовут Сергей Цимбалов. Я действующий депутат Народного хорала, кандидат в депутаты будущего созыва. Само урожение у себя города Элисты. Здесь я родился, вырос, в школу закончил, отсюда и в армию ходил. После армии пришел, здесь опять же отучился. Вот. И возволял в то или время, ну в разное время некоторые разные организации. Ну и в конце, я так понял, что без принадлежности той или иной партии, даже дальнейшего, наверное, существования уже, как бы, ну, не вижу себя. То есть из системности определенного? Да, потому что у нас так система такая, что если ты, ну, в какой-то партии, то нужно жить, уже так заставлять жизнь свою, ну, наша вся. Легче работать? И работать, да. Вот. И я в 2006 году вступил в партию, в коммунистическую партию Федерации. Почему в коммунистическую партию? На тот момент, ну, да, был у нас глава Кирсана Лемжинов, и у нас там сложилась не очень такая хорошая ситуация. И вот это, можно сказать, сподвигло на вступление. Если бы не та ситуация, я бы, может быть, еще думал бы, раздумывал бы, как, когда, что. А тогда, прям, сказал бы, точно, только сюда приду, в никакую большую другую партию. А, то есть, ты участник публичных мероприятий до 2004 года, да, когда в Трудной Край, в Трудной Край, в противостоялке Сану Лемжинову? Да, да. То есть, твоя политическая деятельность началась оттуда? Да. Ты был молодым парнем? Да, я был молодым парнем, я был руководителем Боевого Братства в то время, и вот так сложилось, что потом, что, ну, вот, посодействовал и сам мне глава. А в то время, в том же, ну, что, меня просто сместили с поста, ну, выходили в боевого Братства. Там мы было заездили и в Москву, и в ближайшие регионы, ну, и в итоге, вот, получилось, как получилось. Семейное положение? Семейное положение, я женат, женат, у меня двое детей, от первого брака у меня сын старший, взрослый, от второго брака у меня дочка, сейчас студентка, учится на инженерном, горном инженерном. На Санкт-Петербурге, да? Вот такой вопрос, ты, как действующий депутат, как бы ты оценил свою деятельность, как депутата, уходящего с разы? Так, ну, если быть крайне честным, то я, наверное, скажу, на троечку, потому что... На троечку? На троечку, да. Потому что, ну, четыре дня, пять, многие говорят, хорошо, там, нет. На три, потому что были моменты, вот, связанные с ковидом, два года были потеряны, в плане того, что мы не могли встречаться с нашими избирателями и дать им вопросы, решить какие-то, ну, в республике. Потому что все было закрыто, вы сами понимаете, было у нас локдаун везде, и по России, и по республике. Ну, это объективно, вот так. Я задаю этот вопрос всем. Вот, мне немножко раздражает, когда ты открываешь ленту в социальных сетях и видишь, очень многие кандидаты только недавно открыли свои аккаунты в социальных сетях и проводят там встречи, встречи с избирателями, во дворах там были вылезти, в других поселках, наверное. В нашей республике, встречаются с какими-то там трудовыми коллективами, и это делается, понятно, перед выборами, чтобы раскрыться как-то, чтобы люди проголосовали. Я считаю то, что наш народ, он не глупый, и так поступать с ним, это уже какое-то издевательство. Как у вас в коммунистической партии это выстроено? Есть ли встречи с избирателями, отчеты с избирателями? Ты сам отчитываешься, встречаешься? Регулярно это или нет? Или это опять тоже перед выборами? Нет, в нашей партии у нас довольно все отлажено, нашей фракции, мы ежемесячно выезжаем в район, соответственно, график вставляем и выезжаем в те или иные районы, куда надо будет. Там встречаемся с нашим избирателем, населением, отчитываемся там. И также получаем какие-то вопросы, что не могут решить там в районе, здесь уже начинаем багировать вопросы, отсюда толкать его, чтобы там, на месте, в районах, до свидания, люди. То есть, у вас практика налажена? Конечно. Постоянно. Вы выезды, регулярно, все это освещается? Да. Ну, я специально взял вопрос, потому что я знаю, что это налажено и хотел бы, чтобы это подчеркнули, мы с тобой. Такой вот вопрос, почему люди должны голосовать за Сергея Александровича Цынова? Почему? Я так скажу, что... Я понимаю, ты вопрос не скромный, ты очень скромный, но придется... Я считаю, что если кандидат идет, он должен говорить о себе. Я думаю, должен голосовать за Цынбалова, потому что, как я сказал, я скромный, но я особо не оратор, но вообще, как бы, по обращению граждан я решаю некие вопросы. Потому что, опять же, вернуться к тому вопросу, что, как бы, это даже не вопросу, кто такой депутат вообще, чтобы понятно было. А то многие думают, говорят, что вот это рычаг, там, мост между властью... Нет, это неправильно. Депутат должен решать полностью, ну, как глобальные вопросы, настраивание, все механизмы работы, управление между властью. Ну, бывает так, да, что когда что-то не работает, какой-то механизм, приходится в частном порядке все это решать. Потому что... А, то есть, да, давай я сейчас задам вопрос. То есть, очень многие кандидаты, которые приходили, хвастаются тем, что они, там, по обращениям жителям решают вопрос в индивидуальном порядке, там, или там, одной улицы, то есть, точечно. Правильно ли такая практика? Я думаю, неправильно. Я скажу вам так. Потому что должен механизм работы отлажен. Скажу на примере. Люди обратились к нам уже в свои отчаяния, не нашли ответа в городском администрации города. Потому что там были проблемы, это на юг, на северо-западе района города нашего, улица Янтарная, да. У них проблемы со светом были, с автобусом, и не была основка для автобуса. Когда мы туда поехали, почему? У них, в целом, скажем так, очень много ответов от администрации города. Но это все не решается. Они просто занимаются отписками. Я когда с этим столкнулся, посмотрел, в чем проблема. Оказывается, проблема всего была в такой сумме ничтожной. Я сейчас точно не скажу, примерно 20 тысяч нанять кадастрового инженера, чтобы он проверил, куда поставить столбы для проведения линии электропередач. Да, чтобы они не зашли на частную территорию. Хотя энергетики были готовы уже. Я говорю, а почему? Говорят, денег нет в городе. Я говорю, как нет денег? 20 тысяч не найдут, не могут заплатить ему АПБ. Тогда я подключился, взял кадастр инженера, все это провели. Буквально через неделю поставили столбы, провели линию электропередач, и в них наладилось. Вот представляете, когда приходит человек, домой уставший с работы, и хочет просто отдохнуть по инженера, а у него напряжением 90. То есть вся бытовая техника летит. И городу это было все равно. То есть ты хочешь сказать то, что зачем допускать такие проблемы, когда это системно можно наладить? Конечно, конечно. И депутат именно этим должен заниматься, да? То есть контролировать исполнительную власть? Конечно. А не наоборот, исполнительная власть контролирует законодательную. Вот беда наша. С этой проблемой я согласен. И мне кажется, ярким представлением этой проблемы является отсутствие отчета главы. Что сделали коммунисты, чтобы это было? Ну, вообще глава обязан был ежегодно отчитываться по итогам года. Неоднократно от фракции КПРФ, от межфекционной группы наших депутатов, неоднократно обращались на то, чтобы глава отчитался. Ну, в основном он не там, что он не имеет вообще даже желания приходить. Присылать какие-то... Нет, но сегодня они несли изменения в закон, когда председатель правительства может отчитаться. Ну, правильно. А кто внес этот закон? Большинство – это партия власти. Вот они, как ему сказали, им, вернее, сверху спустили, они так и проголосовали. Когда они думают вообще о том, что происходит, ну, произошло совсем. Получается, теперь глава у нас, не подконтрольная, грубо говоря, поручили представителю правительством или там отчитываться. А глава? Потому что раньше, вот даже по примеру взять, даже соседние регионы, да, там отчет там, то бишь послание там, но даже президент у нас послание ежегодно делает. Но у нас глава по-другому думает. У нас, не знаю, за кого считает, потому что, ну, я считаю, как вот лично мое мнение, это неправильно. Это в корень неправильно. Если тебя избрали, как говорят, что большинство, да, ты должен, если тебе доверили, должно отчитаться о своей деятельности. Да, конечно. Ну, я согласен, и в этом чуть-чуть, мне кажется, проблема вообще нашей республики, для ее страны в целом, что такого верховенства закона нет. Зараконено написано, его не соблюдают. Действительно, но я все равно думаю то, что по итогам этого года уже, наверное, сам представитель правительства отчитается, поскольку, ну, такая потребность есть. Люди хотят видеть, люди хотят услышать, чтобы было сделано с первых уст, ну, хотя бы председателя правительства. Я думаю, не зря они такой закон, ну, если закон изменения. Давай поговорим о госдолге. Это главная проблема, я считаю то, что это самый главный показатель деятельности исполнительной власти. И вы, как депутаты, принимаете бюджет. Ты больше меня, наверное, знаешь про это. Ну, скажу так, что мы, как фракция КПРФ, мы голосуем против бюджета такой. У нас бюджет, он не развитие, он просто лотание на дыр у нас. Лотание на дыр. И вот госдолг у нас очень большой, 8,4 миллиарда рублей сейчас. Значит, на 1 июня 8 рублей. Ну, вот 8,5 уже, да. Хотя, говорят, что вот там, при других правителях у нас долг росли. Да не росли, потому что там, он, если рос, то он незаметно, он плавал туда-сюда. И у нас был долг 4,4, а вот за 4 года у нас вырос на 4 миллиарда. Это вот показатель работы. Как правильно распределяются наши финансы. У нас просто берут кредиты, чтобы закрыть другие кредиты. Потому что у нас больше ничего нет, у нас не производство, ничего нет у нас. Что нам делать? Нам надо менять правительство и руководство республики. Потому что они не тянут, просто не тянут. И они в этом, признаться, не хотят. Я так мягко, в норме сказал. Я согласен, но как бы это твое мнение, потому что приходят представители другой партии, говорят, что все у нас хорошо. И я думаю, что эта полемика, наоборот, имеет место быть. И на дебатах мы это обсудим. Кстати, ты готова к дебатам? Почему нет? Всегда за. Ты посмотрел интервью вчера с Олегом Пербеевым? Я все интервью посмотрел уже. Как тебе наш проект? Скажем, ну, неплохой. Потому что, ну, с одной стороны, наши оппоненты тоже раскрываются здесь. Посмотрим, что они хотят. И мы тоже рассказываем, что мы хотим. Ну, согласен. Мы хотели представить такую площадку, чтобы всем было свободно, доступно выразиться. И я думаю, пока у нас это получается. Давайте перейдем к следующему вопросу. Вот мы тоже написали в чат. Вопрос о налогах. О налоговых поступлениях. И все ставят вопрос о налогопоступлениях таких организаций. Ну, крупных налогопотельщиков. Это КТК и Лукоева. И я тоже не скажу, что я очень погружен в эту проблему. И мне бы хотелось, чтобы ты как-то ответил на это. В частности, касается налогов, которые выходит сейчас в Астраханскую область. Хотя, недвижимое имущество находится, ну, ближе к территории, в Крамыке. Ну, я сейчас постараюсь вкратце сказать. Вот КТК платят на налоги. Они платят на налоги. А вот по поводу Лукоева это вообще проблема. Депутаты с нашей межфункционной группой задавали и правительству. Поздали правительство. То бишь, бывшему Зайцеву там и нынешнему. Соглашение. Опубликуйте его, чтобы народ видел. Лукоева, на каких основаниях они работают здесь. Никто до сих пор не видел этот документ. А то есть соглашение между Лукоевым и Лукоевым? Никто не знает. Но он есть, как бы на говоря, говорят есть. Но никто нигде не показывает его. Вот вопрос. Получается, если так сравнить наши жители республики, нас с Лукоевой просто покупают как аборигенов за бусы. Мы же не знаем. Ну, они же уделяют частично финансированию. То бишь, они строят площадки, строительные. Автобусы. Все, это как немножко. А основной договор, соглашение, на каких условиях они работают у нас, вот никто не знает об этом. Даже я не знаю. И вот на просьбу депутатов, Зайцев, скажем, понятно, ответа не дам. До сих пор, ну как в тот момент. И нынешний председатель правительства тоже по соглашению Лукоева. Никто не знает, на каких условиях работа они здесь, в Калмыкии. Ну, соглашение Лукоева подписывалось же другой Власе. Ну, как еще предыдущий был. Да, ну, это получается, что, ну, это же не секретно, я думаю. Согласен. Значит, там что-то такого, либо его вообще нету, либо есть оно, но там интересные моменты, которые не хотят озвучивать. Согласен ли ты с таким тезисом, то что у Власи, исполнительной Власи, непосредственное руководство должна быть преемственность? Я думаю, да. Что ты имеешь в виду под преемственностью? Если, ну, по примеру, там Казани, там, к примеру, взять, да, то если человек наработал и вырастил, он как научил преемника себе, продолжателя той политики, которая длилась там многие десятки лет, чтобы не рушить, а то, как у нас получается, нового металла, по-новому метю. Но приходит, раз, новых всех поразгоняли, новых понабирали, и непонятно, чем... И новую политику ведут, по-моему, снеэкономическую. Да, и непонятно. Для меня, как депутата, вообще-то уже непонятно. Вот, как не даром говорят, все познается, сноровления нет, да? Было Орлов, был Лемжинов, да, сейчас Хасиков, да, как бы, я, конечно, к ним тоже не очень-то хорошо относился, да, к Орлову, да. Ну, скажем, там было немножко проще, была связь обратная. Если даже тот же депутат что-то не мог решить, напрямую мог записаться и поговорить напрямую с главой. Тут же не так. Человек просто отгородился от всего, и вот политика новая. Понятно. Что обещают коммунисты в новом созыве? В новом созыве, я думаю, мы должны все-таки решить насущный вопрос. Это первый, я думаю, такой. Ну, это будет в дальнейшем в программе «Бум» озвучена, я думаю, программа «Нашушу» на будущих дебатах. Вот. Ну, хотел бы так вот вернуться чуть назад, когда мы были инициаторами одного из проекта законов выборов главы с снижением максимальных фильтров. Это один из факторов, чтобы люди, которые хотели бы, желатели бы пойти на выборы главы, имели возможность поучаствовать на выборах. Но, тут такой нюанс получился у нас, казус. Так он приняли? Вот, получается, да. И самое главное, партия власти это приняла. Мы предлагали пять процентов, они приняли семь процентов. Так это, конечно, про муниципальный фильтр? Закон-то приняли, а каким-то чудным образом он не поступил на подпись главы. Вот вопрос. И тут такой, сейчас, в подвешенном состоянии закон. Как бы, законательное принято. Законательное принято, а главой не подписано? Да, да. Не подписано. Вот казус такой. Вот как всеми быть. Потому что, ну вот, вся проблема, то что, исполнительная власть рулит, скажем так, законодательно. Ну, если будет больше коммунистов, ну, конечно. Конечно. У нас будет, все будет нормально. Я так думаю, все будет хорошо. В плане того, что будем требовать исполнения законов именно от исполнительной власти. А не так. Хочу уволю, хочу поощрю. Как не бывает сейчас у нас, зачастую такое. Какие бы ты еще актуальные проблемы нашего города, республики хотел бы затронуть, обозначить и как их решать в пути выхода? Проблема у нас, самое главное, это с водой. Вы, наверное, все в курсе, наверное, кто-то, кто смотрит каналы, у нас единисное муниципальное предприятие, Водоканал, недавно стало банкротом. Это вывести? Водоканал банкрот. Водоканал банкрот. Водоканал банкрот банкрот. Что это значит? Это значит, цена вопроса, скажем, для республики небольшая, 200 миллионов, и то я так понимаю, что это не его тоже совместные долги. Там, скорее всего, и энергетики должны, либо там совместно. Но суть в другом, неужели республика не может найти 200 миллионов и погасить их? У меня вообще парадокс. В плане, что я влечу за собой, вы тоже знаете, у нас так вода не дешевая, а придет частник, все. Как сейчас быть жителем, уважаемые инвестинцы, Сергей Александрович сказал, анонсировал такую новость, страшную для нас, что наш Водоканал, муниципальный интернет-предприятий, Водоканал банкрот. Я думаю, что жители отреагируют, я думаю, что такая новость, такая не очень хорошая, шоковая. Да, первый был у них, это с одного раза обанкротили, в первый раз у них был долг где-то 60 миллионов, тоже пытались его там обанкротить, но вроде выплыли, как бы справились. В этот раз уже окончательно, уже ввели управляющего. А то есть ныне Снергород уже именем управлять? Получается, да. Что нас ждет в таком случае? Я думаю, что придет инвестор какой-то, выкупит частник, и мы, как говорится, в новой политике заживем с новыми ценами на воду. Намного больше. Я думаю, да. Да. Как решать эту проблему? Как коммунисты будут решать эту проблему, пройдя в народных Урал? Ну, опять же, что у нас финансирование, это как муниципальное предприятие города и атака отдать на отмашку, это же детище города, она как заботится. Вот депутаты городские там сидят, не знаю, о чем они думают. Надо было бить колокола там, что-то там, песни писать сюда, в правительство, чтобы решили вопросы. Денег нет, ну, берите заем какой-то, погашайте там, ну, что-то делать надо. Ну, не было два депутата ЕГС, они эту проблему не обозначили. Почему? На них надо спросить. Ну, на дебатах, можешь спросить. Хорошо. Вот кроме этой проблемы, да, по водоканалу только обозначили, я думаю, что на этой службе много проблем. Какие бы тут коммунисты, ты в частности, как нынешний депутат, как кандидат депутат, можешь обозначить и какие-то пути выхода для решения этих проблем. Ну, в данный момент все мы же не охватим в полчасовом эфире, но проблем очень много в республике у нас. Медицина, сельскохозяйство, тоже образование, опустынивание. И этим никто не занимается. Я думаю, мы с нашей командой сможем все это исправить. Ну, не сразу, но постепенно будем это исправлять. Потому что это, мы здесь живем, это все нам принадлежит, мы должны об этом заботиться. Спасибо, Сергей Станчич, что пришел. Мне уже очень интересно, поскольку уже вырисовывается такая картина, когда основные кандидаты, одна из партий говорит, у нас все хорошо, другие кандидаты, другая партия говорят, все плохо. И я постараюсь организовать дебаты, чтобы это все было видно, видно уже воочию. Спасибо, друзья, что смотрите. До свидания. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обстановка потихонечку нагревается у нас, и это уже очень интересно. Спасибо, что смотрите нас. До свидания.